Добрый день всем! Ну что, отыграли у нас Сикрет и против Alliance, Сикрет выиграли первую катку для себя. Alliance спускается в сетку Loser Bracket и будут сейчас ожидать того, кто проиграет в данной катке. Победитель же выходит на команду Сикрет, а победитель дальнейшей пары Сикрет плюс одна команда из этой пары выходит уже в гранд-финал. Ну а там Рубилова будет идти по нижней сетке. Если ситуация будет такая же, как в СНГ, то сначала сыграет вот эта пара команд Нинди в пижамах и Клауд Найн, потом сыграется в финал Венеров и уже потом начнется Loser Bracket. Ну что, ждем последних пиков на данный момент. Нинди в пижамах взяли Тролль Варлорда, Лину, Огр Мага и Квин оф Пейн. Со стороны команды Клауд Найн Мирана появляется в пике. Давным-давно не видели Мирану и вот-вот, пожалуйста. Есть подозрение, что Мирана вообще у нас может чуть ли не на мидлейн отправиться. Хотя Магнус, скорее всего, пойдет у нас на мидлейн. Феникс, скорее всего, займется хардой. Undying будет вместе с Мираной роумить. Ну и Джаггер будет фармить легкую линию. В принципе, комбинация универсальная. Тут кого куда не отправить. Ну, Мирану на мидлейн, в принципе, в профессиональных играх я не видел. Это ближе к пабу как-то у нас. Ну и Ниндзи в пижамах. Дизраптор, который должен контрить все, что Клауда решат тут выдумать. Смотрим. В принципе, очень полезный пик. Если Дизраптор, они ловят у нас Магнус в реверсполярити, то сразу же под ноги статик шторм и Магнус уже ничего вкастовать не сможет. Не отвезти кого-то к своей команде, не, в принципе, провязать хотя бы тот же Шоквейв. Поэтому, конечно, Ниндзи здесь какую-то часть комбинации Клауд Найн закончили. Ну а как получится, посмотрим. Рассказ у Ниндзи в пижамах, в принципе, не массовый. Нет чего-то такого мульти, вообще, комбинационного того, что могло бы все вместе работать. Да, есть Лина, у которой одиночные скиллы. Есть Квин оф Пейн, у которой неплохой, в принципе, Ауэра Скаст. Ну и Дизраптор, благодаря статике к шторму, тоже дэмэдж будет носить. А так, в принципе, все атаки точечные, масс дэмэджа как такового нет. Со стороны команды Клауд Найн ситуация... Ситуация примерно похожая. Похожая, хотя... Нет, хотя да, у нас Ревис Полярити есть от Фаты. Туда же заливается ульт Феникса, туда же ставится тамбаут Андаинга. Ну и это очень больно все бьет. Вывезет ли команда НИП, сейчас увидим. Но опять же, для всего этого надо получить шестые левела. На ранних этапах НИПы, мне кажется, более функциональными и более дамажащими. Поэтому будем надеяться, что доживет команда Клауд Найн до тех моментов, когда можно будет сделать фулл-раскаст благодаря алтимейтам своим. Этернал Энви на нижнем лане. На Джаггернауте уже его увидел здесь Силкит. Хэнскин тоже, в принципе, близко. Да и опять же, Эра вместе с Лимпом тоже недалеко. Йонас Умфан, скорее всего, будет фармить легкую в соло на Квин оф Пейн. Ну и Триплу команда Ниндзя в пижамах может отправить на сложную линию. Тут не критично на самом деле. Бон Севен играет на Андайинге. Фата на Магдамсе будет стоять мидлейн. Биг Дэди у нас будет на Фениксе. Он же на Утейл Мизери будет играть на Миране. Ну и Этернал Энви мы уже видели. Фармить на Джаггернауте на нижнем лане. Ну, много очень зависит от рассказа и от реализации персонажей. Тут действительно, как топнет у нас Магнус, так игра у команды Клауд Найн и пойдет. А у команды НИП, если где-то в Кинетик Филда Статик Шторм Хэнскин поймает команду Клауд Найн, тогда можно будет уже о чем-то разговаривать. Ну, посмотрим. Расстановка по лайнам, в общем-то, предсказуемая была и для одной, и для другой стороны. Фата на Магнусе отправится в мид. Лимб на Лине тоже будет фармить на мидлейне. У Лимба уже для фарма все есть. У него есть Нул Талисман, есть пара Айрон Брэнш и танго чужие в Лимба затарили. Но у Фаты есть Шоквейв для фарма. Ему, в принципе, на все вспомогательные артефакты фиолетово абсолютно. Стрела у нас пролетает... Откуда? Стрела у нас от Мизери, не попадает по линии. Лимб понимает, что где-то рядом есть неприятности. Отличное начало Бон Севен, но у нас нажимает на паузу что-то, какие-то проблемы для команды Клауд Найн. Говорят, вроде как Феникс залагал. Отключается от игры здесь Нотейл и также отключается от игры Бон Севен. Странненько. Вроде как-то... И Фата у нас отваливается. Неужели вся команда Клауд Найн здесь рассыпется? Только начали игру, уже дичайшие достижения. Дичайшие, точнее, проблемы у команды Клауд Найн. Пока информации не дают. Написано о ДДОСе здесь от Мизери. Ну, это самое популярное слово вообще в ДОТе, в профессиональных матчах. Поэтому мог просто его написать шутки ради. Но в любом случае трех игроков команды Клауд Найн уже нет. Давайте перейдем к аналитике, что у нас на лайнах. Кого ожидает? Ну, Дабла из Андайенга и Нотейла должна здесь Йонасом Фаном мучать. Во-первых, постоянный спам от ДК. Во-вторых, Биг Дэдди через Спиритов должен тоже не давать возможности Йонасом Фану фармить. Это точно. Если реализует Клауд Найн свою страту на топлейне, то Йонасом Фану у нас без фарма будет минуты, я думаю, до... Ну, левела до шестого, до седьмого, это точно. Главное, еще бы и не поумирать ему. Мизери пока что роумит. Мизери попытался забрать Лину на мидлейне и... Мизери попробовал забрать у нас Лину на мидлейне и не получилось. Ну, теперь, я думаю, Мизери либо здесь задержится, либо еще куда-то пойдет. Ну, опять же, много зависит от точности стрел. Пока что не все хорошо для команды Клауд Найн. Ну, ждем возвращения игроков. Пока что оживают постепенно. По-моему, вернулся у нас только Феникс. Да, Биг Дэйди у нас возвращается в игру. До сих пор нет Боун Севена и до сих пор нет Фаты. Мидлейн оф Лейн пока что отвалился. Боун Севена и до сих пор нет Боун Севена. Боун Севена и до сих пор нет Боун Севена. Что здесь на нижнем лине ожидает Этернал Энви? Я думаю, проблемы дичайшие. Потому что Сил Кит здесь, Наугар Маги, Нон Стоп Игнайт и Файр Бласт. Если что-то за Ивэйдить Фата сможет... Точнее, Этернал Энви сможет у нас через Блейд Фьюри. То, в принципе, Мана рано или поздно для Энтернал Энви закончится. И тогда надо будет либо постоянно гонять Курьера к себе, либо кого-то из Саппорта стягивать на нижний лайн. Но здесь пока что без дела абсолютно мизери находится. В принципе, Миране притянуться на нижний лайн, помочь своему мейнкерри, наверное, не будет лишним. Опять же, Хэн Скин тоже может здесь спамить через Сандер Страйк. А вот Тролль Варлорд, в принципе, здесь в абсолютной безопасности. Пока что никого из Клауд Найн нет на нижнем лине, кроме Джаггернаута. Джаггер в Соло с Триплой никак вообще не справится. Во-первых, и Трипла сама по себе толстоватая. А здесь все-таки и Тролль Варлорд, и Огр Маг. Единственная жертва разве что Дизраптор, но попробую зацепить Дизраптора. У него рейндж атаки достаточно большой, подходить к Джаггеру Дизраптор не должен по дефолту. Напомню еще раз, игра протекает в формате Best of One, вплоть до Гранд Финала. Только Гранд Финал играется в формате Best of Three. На данный момент Клауда играют против Нипов. Одну катку победитель выходит на команду Secret, проигравший выходит на команду Alliance. Ну и следующая игра будет Secret против победителя данной пары. А через одну будет Alliance играть с проигравшим в данной паре. Ну и дальше выходит в малый финал, финал Лузеров. Ну и там Гранд Финал, собственно там схема элементарная, которую любые зрители Доты уже давным-давно знают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и сместится ли сюда Мизери или останется у нас роковать на мидлейне, это уже вопрос. Посмотрим. Следующую стрелу от Мизери ждем, уже готова Мирана. Ну опять же, так далеко Лимб, что стрела просто по рейнджу здесь не долетит. Мизери, запускает стрелу, на мидлейн пошла стрела, по Лимбу не попадает, но попадает по крипу. Ну Лимб контролирует ситуацию, все ему в принципе видно, поэтому... Клауд Найн здесь без ничего останется. Плюс есть опять же Вижен, Вард стоит и... Лимб примерно понимает траекторию движения стрелы, просто так на дурачка попасть не получится под стрелу. На топ-лейне Йонасом Фана, Бон Севен, загнал самые елки вообще. Ну и надо блинкаут отсюда делать Квапе, у Квапы могут быть проблемы. Йонасом Фан быстрее улетает под Т2, здесь недалеко Силкит. Ну и смотрим, что опять для Мизери, что придумается. Еще одна стрела и опять в никуда пошла. Вот Мираны, судя по количеству ХП игроков команды НИП. Ноутейл, Силкит немножко попадался, быстрее Карус Дайв и бежать отсюда. Этерна Ленви выгнали вообще собственного Лайна. Теперь здесь всем заправляет Эра на тролль Варлорде. Ну то, о чем я говорил, Джаггернаута не должны здесь оставлять в покое вообще до конца фарма какого-то на ранних левелах. На мидлейне Фата, настрелял Лимпу вообще по самое не хочу. Лимп отпевается, увернулся от Скьюера, и Лимп у нас просто здесь мистер Уворот. Причем уворачивается просто фигуркой самой Лины. То от стрел, то от Скьюера. Фата и от Шоквейва неоднократно у нас здесь Лимп уворачивался нормально, как Нео в Матрице. Все, в принципе, очень-очень хорошо смотрится для команды НИП на мидлейне. По фарму на первом месте Эра, и посмотрите, что с Джаггернаутом. Джаггера возвращают назад. А нет, кстати, у Джаггера Блейд Фьюри. Джаггера, скорее всего, загонят здесь. У Эры есть Бутс оф Спит, и это Фёст Блад. Фёст Блад на мейн керри команды Клауд Найн. Ой, проблемы начались у Клаудов. Ой, сложно им будет в итоге вывести все эти проблемы. Это точно, это точно вам говорю. Если не перетянется сюда хотя бы кто-то из саппортов, Эра просто не ощутит вообще команду Клауд Найн через 20 минут. Это максимум. Ну, у Джаггера 0-0. Этернал Энви, который не фармит вообще. У Тролль Варлорда здесь 22 на 18. У Лимпа на мидлейне тоже 23 крипа убито. И несколько еще из-за ДН. Ну, у Тролль Варлорда 23 на 18. Просто как будто против ботов играет здесь Эра. Абсолютный фрифарм и своих, и чужих, и практически на равном вообще. Фата промазывает шок-вейвом по Силкиду, но зато попадает шок-вейвом по Лине. Лина под Игнайдом быстрее бежать отсюда. Чуть не догорел мидер команды Ниндзи в пижамах. Джаггер пошел фармить лес. Ничего больше, в принципе, Этернал Энви не остается. Он дэмэджа 58. Крипы вообще не ощущают у нас Джаггернаута. Кто еще сильнее проседает? В итоге качает Блейд Дэнс. Никаких Блейд Фьюрио Джаггернаута. Этернал Энви решил фармить лес. И это печальная ситуация. Для команды Клауд Найн проблема. У них мейн керри превращается в никого вообще. Неужели на одного Боун Севена рассчитывают? Андайенг хорошо себя чувствует 25 на 7 на втором месте по фарму. Кваппульс здесь тоже, в принципе, загнали. Юна Сумфан отправляется на мидлейн и теперь еще и на нижнюю руну. Этернал Энви трех крипов в лесу убил, получил второй левел, побежал, хилиться на фонтан. Представляете, какая печаль вообще в глазах там Этернал Энви. Керри, который очень круто на самом деле фармит. И этот керри вынужден просто терпеть такую боль и унижение. Пять минут сыграли, Нипы по золоту. Восемьсот выиграет по экспириенсу, тысяча в пользу команды Ниндзи в пижамах. Нижняя лайн опять на Этернал Энви. Джаггернаут решил испытать судьбу еще раз и уже 4 человека готовятся выйти у нас на Джаггера. Этернал Энви прячется в кусты, ТП аут сделать отсюда не сможет. Подпушат крипы сейчас по тавер и будут искать Джаггера. И найду Джаггера. Это не сложно на самом деле, никуда Джаггер отсюда уйти не мог. ТП ему принести никто не мог. Ну что, сразу 2 ТП сюда. Эра остается здесь против Джаггера. Джаггера нашли. Фата с риверс полярити. Надо просто кого-то найти. Подвоим РП у нас от Фаты. Фата увозит на скьюри под тавер. Двоих игроков команды Ниндзи в пижамах. Эра провязал батл транс дальше за Фатой. Фату развалили. В итоге драка в 2-0. Эра на лоу хп. Тауэр добивает у нас Эру. Ноутейл забирает этот фраг. Ну и развалили еще и Ноутейла. Три в один подрались. Хэнт скин у нас умудряется еще и Тауэр на себя агрить и танковать. Ну и Мизери тоже здесь забирают. И единственный, кто не умер, это не умер Бон Севен. Йоносом Фан сместился с топ лейна. И забирает на нижнем лайне 3 кила. Абсолютно не зря оффлейнер команды Нипы отправился вниз. Заработал здесь вообще уйму денег. То же самое по Эксп. Йоносом Фан по Нетворсу у нас выходит на 5-е место. Совсем чуть-чуть уступает Фате, который стоял на мидлейне и фармил спокойно. И никто ему почти не мешал. Выше у нас стоит Лимб 3 с копейками для мидера команды Нинди в пижамах. И Бон Севен 3200 на Андайинге. Сгрызли Т1 на топе Клауда. Ну и Эра на Тролль Варлорде пока что на первом месте по фарму. 3700 для Эр. Но у него Крипстат максимальный. На карте немножко уступает ему Лимб. Интересно, во что пойдет Лина. Будет ли это Юл и Даггер? Или же, например, в Аганим на ранних левелах пойдет у нас Лимб. Мизери за Лимбом. Дальше. Ну и возвращает у нас Фату. Фата Шоквейвом не попадает по Лимбу. Не попадает Мизери опять у нас стрелой. Но здесь Феникс на подсейв. Ноутейл за всю команду здесь отдувается. Потеряли Лину и потеряли Фату игроки команды Клауд Найн. Разменялись мидерами. НИП и Клауд Найн в итоге в плюсе остались Клауда. Угромак от команды НИП выходит в Соло Ринг. У Лимпа мы видели, в принципе, как дела обстоят. Боттл, ПТ и Нул Талисман. Ну, скорее всего, появится Юл. Все-таки это полезная вещь на линии. Может быть, даже Юл, а потом Шадоу Блейд. Все чаще вижу я именно такой итем билд для данного героя. У Тролл Варлорда все по дефолту. Есть Фейсбуцы, есть Мордип Маск и Ринку Факвила. У Фаты до Даггера еще собирать и собирать. Пока что только 1200 на руках для мидера команды Клауд Найн. У Андаинга уже есть Баклер и, в принципе, рецепт на Мекку приобретен. Осталось только докупить немножко вещей для Хедрески. Баклер, в принципе, готов уже. Ну и основные артефакты уже куплены для Мекки. Андаинг у нас по фарму, в принципе, хорошо себя чувствовал. На третьем месте по Крипстату. И по Нетворцу на четвертой позиции. Немного совсем уступает Юнусу Фану на Аквапе. Опять же, уступает только... Это при том, что загнали у нас Квапу на топлейне. Квапа свое настреляла благодаря фрагам. 3-0-1 идет у нас с Квенов Пейн. Бон Севен провязал у нас ульту. Зачем? Я так и не понял. Томп Стоун где стоит? Бон Севена. Совсем чуть-чуть денег осталось до рингов Регена. И можно будет с Меккой уже организовать какой-то файт. Но для этого, правда, придется подождать, пока Тамба откатится и ульта Абон Севена. Я так и не понял, куда Андаинг у нас сделал Тамбу и зачем провязал ульт. Потому что файт у нас вроде ни в одной части карты не намечался. Дизраптору собирать и собирать. Но на саппортов, наверное, еще и внимания нет смысла пока обращать. Ничего вменяемого ни на Дизрапторе, ни на Огре здесь появиться не может. А вот Лина выходит постепенно в Юл. С появлением Юла начнутся нон-стоп подъемы и раскаст под ноги. Дальше уже можно либо какой-то артефакт на то, чтобы побыстрее подходить к героям и более незаметно. Либо все-таки пойти в дэмэдж. А для Лины собранный Аганим это вообще максимальный буст по дэмэджу. Всего будет предостаточно. По золоту Нипа выигрывает 4000, по XP 3000 тоже в пользу команды NIP. Мизери на Миране. Кое-как на Бутсов Спид насобиралась и на Генталов Стрэндж. Я думаю, что Мирана готовится выйти в... А я даже не знаю, кстати, будет ли здесь Урн оф Шадоус или все-таки Мизери соберет себе что-то на подхилл под сейв. Ну какой-нибудь Брасер, а потом может быть Барабаны. Наверное, тоже будет не лишним. Лим попытался здесь расковырять Томбстон, не получилось. Уноутейл на лоу хп. Уноутейла есть в принципе супер нова, это не критично. Т1 пилит команда Клауд Найн. Провязали глиф в Нипы и готовы дэнаить собственный Тауэр. Правда, рановато немножко глиф провязали, Тауэр не дэнаэбл на данный момент. Этернал Энви возвращается в строй. Нет, правда, еще шестого для Джаггера. Есть уже третий Блэйд Дэнс, один Блэйд Фьюри и один Хилинг Барт вкачан. Мизери дальше фармить. Он понял, что на Джаггера надежды никакой. В принципе, есть смысл Миране здесь подфармить. Немножко по золоту есть, но Мизери оставляет свою команду на мидлейне. И команда Клауд Найн пока оставила попытки забирать Т1 по центральной линии. У Фаты появляется Даггер на 12-й минуте. Тайминг, в общем-то, неплохой. 54 крипа у нас убил Фата. По киллам ничего у него нет, зато есть две смерти. Поэтому тайминг прямо, скажем, хороший. Очень-очень хороший. РП у нас по одному лимпу не жалеет Фата Лину. Ну и Лину должны разбирать Этернал Энви. Перед смертью Лины чуть не отъехал на Ставерну. Быстренько выхилили его Меккой. Ну и продолжается файт. Андайинг свое дело сделал. Мекку у нас Бонсево нафармил. Надо нафармить еще, я думаю, на Пайп. И в принципе, с Андайинга спроса не будет уже как такового. Аганим, кстати, Андайингу, по-моему, еще есть, да? Угу. Да, Аганим работает на Андайинге. Но так, чтобы собирали Аганим, это, наверное, уже роскошь для любого из коллективов. У Фата есть Даггер и... И вот это у меня вопрос, что это Роб оф Зе Меджи. Это выйти в ПТ или все-таки это Роб оф Зе Меджи, чтобы потом в барабаны выйти Фате? Не знаю, если у Магнуса не появляется Аркан Бутсов, то Магнус у нас, в принципе, на Рефрешер Орб может не рассчитывать. Поэтому вот, собственно, и главный вопрос для меня. Пока ничего не приобретает себе Фата. В Курьере тоже ничего не лежит. На Брасер хватает, а на Глофс оф Хейст тоже хватает. Но Магнус ничего пока не покупает. У Лины появляется Юл. На 14-й минуте сразу же Смоук Юзает команда Нип и быстрее атаковать. Юл есть, надо его реализовывать и забирать. Здесь есть кого? Бон Севен на хэкграунде. Ай, пошли на Роша на игроке команды Нип. Вард имеется в центре от команды Нип. Видят также здесь Бон Севена. Но в итоге отходит у нас Нипы. Ульта пошла от Клауд Найн. Но здесь есть Вард от команды Нип. Видят всех великолепно вообще. Надо просто подойти и проверить. Фата у нас прыгает на Рошана. Ну и что, будут пытаться забрать Рошана Клауд Найн? РП у Фата есть, поэтому Магнус даже на хэкграунде. Кого-то может поймать и на Скьюри затащить у нас сюда здесь Крохи. А тут разговор будет очень короткий от команды Клауд Найн. Ульты имеются. Все в принципе сильные и крепкие. Томп Стоун есть. Есть опять же флеш Големного Тандаинга. Ну и команда Нип заходит по лоу-граунду. Томп Стоун поставили на хай-граунд. Пашел реверс полярити у нас от Фата. Статик Шторм под ноги. Вот то, о чем я говорил. Вся комбинация команды Клауд Найн летит в тартарары. Потому что ставится Статик Шторм и никто ничего юзать не может. Хотя неплохо еще дерутся здесь Клауда в итоге. На Лохе Пэквин оф Пейн дожирает ее Ноутейл. Минус 4 уже делает команда Клауд Найн. И Мизери умирает. В итоге 4 в 3 подрались. Эра здесь живой. И в принципе Эра фуловый готов к файту. 4 в 3 драка в пользу команды Клауд Найн. 1700 заработали они. По экспириенсу они зарабатывают 4 с половиной. Эра бодается у нас соло против Боун Севена. Готов выйти на Роху. Биг Дэдди уже здесь. Уже прилетает Силкид. Должен сейвить своего тиммейта. Надо. Надо давать Бладласт. Если он есть, нет. Бладласта нет. Зато есть Фаербласт и Игнайт. Надо отгонять от Рохи как можно быстрее всю команду Клауд Найн. Это нужно не пам... Просто как воздух. Нипы пошли до Варди. Не оставляют попыток забрать Рошана. Эра под смоком. Быстрее на Роху. Батл Транс провязал Троль Варлорд. Быстрее пилить Рошана. Но не будет залетать команда Клауд Найн. Здесь в принципе ультов вообще ни у кого кроме Undying не имеется. Боун Севен соло не справится. Все. Нипы забрали Роху. А Эгис у нас отходит для Троль Варлорда. Отправились фармить дальше. По золоту Нипы выигрывают 5000. По экспириенсу 3,5. Что нужно команде Клауд Найн? Им надо, чтобы Джаггер у нас не был таким Рохитом. Джаггеру очень сложно. Тут, кстати, напоминает мне эту ситуацию с вчерашним фармом Хвоста. Без Баттл Фьюри, но при наличии импавера от Магнуса. Там Фаник отыгрывал на Магнус. Так вот, Антимаг до того, как в 4 вкачал Эмпауэр Фаник и начал помогать Антимагу фармить. Антимаг шел у нас на 5 месте по фарму. Как только Эмпауэр начал юзаться на Антимага, где-то 2-3 минуты и Хвост вышел на первое место по Нетворсу. Может быть повторится ситуация здесь с Джаггернаутом. В принципе, все похоже. Эмпауэр у Магнуса 3 левела. Вкачанный Шоквейв. Ну и в 2 Скуер. Там на 7-м левеле уже был импауэр от Фаников Качан 4. В свое время, в принципе, Джаггер потратил. Ну, хотя есть Фейсбуцип, Мордипмаск и скоро появится Мом для Джаггернаута. В это время у Квапы со стороны Нипов появляется Оркет. Йонусом Фанес сложно и нашел в себе силы вынести хотя бы что-то. Т1 от Клауда собрались дефать. Эра здесь в соло не справится. Даже с помощью силки, да, я думаю, не справится. Так, Лимп у нас ловит стрелу. Быстрее на него, Мизери. Лимп на лоу хп бежит отсюда. Опять же, 2 звезды здесь через старт шторм от Мизери капнула на голову у нас Лимпу. Лимп отъезжает в таверну. Счет становится 8-9. Все еще в пользу команды Нип. Мизери развалил Феникса. Как хорошо стало получаться у Мираны давать стрелы. Поймал просто в стрелу у нас Ноутейла. И это еще один фраг для команды... Для команды... Так, нет, подождите. Это же не могло так быть. Не мог у нас Мизери развалить Феникса. А кого тогда развалил здесь Мизери? И от кого умер Феникс? Я так и не понял. А ну-ка, секундочку. Что-то это паника какая-то. Квапа у нас забрала Ноутейла. Да, я уже что-то лишнее себе позволил. Приписал смерть Феникса у нас Мизери. Мирана играет в его команде. Поэтому это невозможно. Десять восемь. Нипы впереди. По золоту они выигрывают пять тысяч. По экспириенсу четыре. Тоже в пользу Ниндзи в пижамах. У Дизраптора, кстати, даже стали появляться деньги. Почти тысяча по голде уже есть у Хэнскина. Ну, Дизраптору обязательно нужно собрать Аганим. Эта вещь очень полезная на данном герое. Которая блочит использование любых вообще артефактов в ИТМ-билде. Всех, кто попал в Старик Шторм. То есть БКБ становится бесполезным. И Момо, Джаги. Да вообще ничего не включишь. И Даггер, и Форстаф. И все это отправляется просто-напросто в никуда. Мекки те же. Поэтому, конечно, Аганим Маст Хэв. Ульту провязал здесь Мизери. На лоу ХП здесь Нотейл. Возвращают его. Но Нотейл у нас Супер Нови. Поэтому команда не просто отходит. Ждет, когда вернется Феникс. Варды друг друга видят. Разбивают. Игроки команды Нип Вард. Клауд Найн. Также Эра у нас готовится разбить. Здесь Томп Стоун Фата. По двоим. Реверс Полярити. Силки на лоу ХП. Лимп на лоу ХП. И Эра тоже, скорее всего, здесь должен умирать. Эра заходит в Статик Шторм. Готов драться. У него есть Аегис. Пока что Клауд Найн живы в полном составе. Да, сильно битые. Но при этом живы. У Эры нет БКБ. И это худшее, что может случиться здесь с Эрой. Он взошел в файт без БКБ. Это минус 4 от Клауд Найн. Проигрывали 2 фрага. Убили троих 1 раз. Ну и добили потом еще после потерянного Эгиса Эру. По итогам этого файта видим, что команда Клауд Найн зарабатывает 2.100. И по экспириенсу почти 4000 зарабатывает коллектив Клауд Найн. Этернал Энви. Кое-как где-то по фарму там приближается к топ-позициям. Хотя отстает от Йонаса Фана на дикий вообще показатель. На сколько? На 2.400 отстает от игрока, который стоял на топ-лейне в соло. И был практически загнан вообще с ужасом. Ну и тролль Варлорд у нас 10.100. Еще плюс 600. Выигрыша на Детернал Энви. Совсем немножко осталось до появления Яши у Джекернаута. У Андаинга появляется Юл. Приехали вообще. Осталось только Сейдж Масс приобрести Бон Севену. Нет, в Курьере лежит. Все. Для Бон Севена уже готов Юл. Есть Мека, есть Транквил Буци. Это наиболее, наверное, важная сейчас боевая единица. В составе команды Клауд Найн. От Андаинга очень много зависит. Но если только не будет команда Клауд Найн тупить и давать тому же Тролль Варлорду разбивать Том Стоун. Моментально. В прошлом файте именно так и было. Стоял Тролль Варлорд и просто с рейнджал упил у нас Том Стоун. А все Клауда стояли и смотрели на это. Правда, потом Фатт ворвался и всю драку перевернул в пользу команды Клауд Найн. Может, это был Байт на Том Стоун. Не знаю. С другой стороны, с Байт не получился, потому что бил один Эра. Там Бу, остальные все как-то не реагировали. У Хэнскина появляется Пойнт Бустер. Прекрасно понимает Дезераптор, что от него и от его ульт-алтимейта очень много зависит. Очень много. Надо еще, правда, три тысячи насобирать здесь Дезераптору, чтобы собрать в итоге у нас Аганим. Фата ловит Эру. Увозит Эру к своим ребятам. Здесь Мизери готов уже драться. В итоге Эра разультился. Забирает у нас Феникса. Минус три делает команда Ним. Как же просто со всеми разобрались. В итоге здесь и Йонасом Фан поучаствовал в файте, да и вся команда Ниндзи в пижамах развалила просто триплу команды Клауд Найн. Один-одинешник здесь Бон Севен вообще не подходит. Ну и также Этернал Энви у нас фармит собственный лес. Этернал Энви не дофайт. Ну так Т2 можно потерять. Нипы готовы дальше файтиться на Бон Севена. Минус четыре делает Нип. По-прежнему не реагирует на это Этернал Энви, но идет на нижний лайн фармить. Вот что вообще сделать Джаггернаута голодным. Что это означает. В итоге у нас Т2 сносится на мидлейне. Джаггер даже пытаться дефать не будет. Против Джаггера Йонасом Фанн врывается на Этернал Энви. В это время Т2 со стороны команды Клауд Найн у нас горит на мидлейне. Должны забирать Силкит. Ловит у нас стрелу. Силкит здесь очень долго еще простоит. Старшторм у нас от Мизери. Развалили тролль Варлорда. Погнали дальше Хэнскина. Какие-то качели нон-стоп вообще. Лимб очень просто разобрался с Мизери. Без всяких стрел, без всяких выдумок. Просто-напросто задул Лагуна Блейдом. Мирана умирает уже в четвертый раз. Магнус приобретает себе Шадоу Блейд. Должили. У Фаты помимо Блинк Даггера есть еще и Шадоу Блейд. И ты сейчас сверху. Что Фата придумал я так и не понял. Шадоу Блейд на Магнусе по-моему это излишество. Ну как мне кажется. С другой стороны Фата играет там, а я сижу каменчу. И кто вообще... Кто здесь... Кто здесь папа? Йоул появляется еще и для Феникса. Все собираются здесь летать. Странное решение, но в принципе оспарить его нет смысла. Почему у Андаинга появился? Вот Йоул у меня вопрос. Небольшой. Ну с другой стороны можно как-то через стрелу ловить. И тамба, и под ульт того же Феникса поднимать. И в принципе расходовать время команды Ниндзи в пижамах. На то чтобы разбить здесь Фениксан от Ноутейла. Да, пожалуй это важно. То есть Биг Дэди просто кастует Супернову и сразу два человека в составе команды Нипов будут летать у нас в ветрах. По золоту Нипы выигрывают 6 тысяч, по экспириенсу 4 тысячи. По нижнему лайну Клауд Найн собирается выйти на Т1. Лин в это время Лимб на мидлейне развалил здесь Магнусов. А нет, даже не на мидлейне, а в собственном лесу Магнус у нас догорел. Ну Клауд Ап слабее на данный момент по артефактам, по левелам, поэтому и терпят. Поэтому и может Лимб например Соло себе позволить развалить Магнуса. Хотя наверное в любой момент у нас Лина может разваливать Магнуса. При похожем количестве фарма. Йонасом Фан поймал стрелу в БКБ и бежать отсюда. Стоит здесь Супернова, стоит Стадик Шторм. Умирает у нас Бон Севен и также Этернал Энвен у нас умирает. Ну и Феникс провязал здесь Супернову и улетает Нул Тейл куда подальше. Опять же у Йонасом Фана сейчас будет уже Блинк. Дальше за ним. Стрелой не попадает. Ну и Ветра, куда ты Йонасом Фан? Неужели через Шив делал рассказ здесь, делал Аквапай? Это было бы просто бредовейшим образом. Причем видно было, что Юл будет юзать здесь Феникс. И только потом Йонасом Фан вкастовал Соник Вейв. В итоге забрали четверых в данном файте НИПы. 19-13. Эра отправляется на мидлейн. У него есть Аегис. У него всего предостаточно. Отхиливается Эра тоже достаточно круто. Бладласт от силки до уже третьего левела. Уже лежит на Эре. И куда? И наверное на нижний лайн отправится команда Клауд Найн. Тут есть в принципе где поживиться. Нет, Эра отправляется фармить Эншентов. Скучно ему. Скучно пушить. Просто-напросто фармить Эншентов. Ну и опять же, фармит для Дева. Для Эры появляется уже Хеллома Фаирен Вилл. И для Эры еще и Алтимей Торп. Доминатор. И готовится выход от Эры в Айов Скаде. Почти полчаса уже сыграно. Нипы 10 тысяч по золоту. По экспириенсу тоже 10 тысяч в пользу ниндзи в пижамах. У Йонаса Фана есть БКБ, Оркит и готовится выйти в Аганим. Да, Аганима остается 1200. Квапа очень сильно поднялась по фарму. То, что с ней было на ранних левелах, все это в принципе в прошлое может уже уйти. Сейчас Йонаса Фан на втором месте по фарму. Он далеко оторвался от Этернал Энви, тем более от Фаты. Ну Этернал Энни, Дизраптор точнее, на котором играет Хенд Скин, уже сейчас доставляет уйму неприятности команде Клауд Найн. Данный пик в принципе законтрил всю комбинацию команды Клауд. Проблема собственно в том, что Магнус влетает, если не цепляет Хенд Скина, но я уже говорил об этом, то он просто стоит до окончания стадик Штарма и Кенадик Филдай не может выйти из этого поля. А после РП все приходят в принципе в себя и разваливают Магнуса. Ну, сработала теперь комбинация от Фаты и Мизери. Стрела полетела от Мизери, Фата просто навстречу стрелия на паровозе по имени Магнус. Привез у нас Огр Мага, это минус один для С9. Ну и у Клауд Найн все действительно не лучшим образом проходит. Они переживают, они боятся подойти к Т2. Даже несмотря, что не владеют информацией, кто и где в составе НИП находится у нас. У Йонаса Мфана до Аганима всего-то 130 осталось. То есть это пол пачки крипов и Йонаса Мфан будет уже готов. Главное не ворваться здесь на Этернал Энви, не подстрять. Можно в принципе и пойти в собственный лес или на любой из лайнов там насобирать эти деньги. Можно хоть Боттл, я не знаю, продавать. Все-таки 31-ая минута уже идет. Не, ну Сомфан и здесь в принципе свое получит. Наорал на крипов. Готов уже Аганим для Квапы. Лимб убивает Андаинга на мидлейне. Бедняга Андаинг. Все, что можно было впитать в себя, впитал Лагуна Блейд от Лимба. У него уже есть Аганим, поэтому можно нон-стоп давать Лагуна Блейд. И вообще фулл-раскаст маны в принципе достаточно для Лимба. Здесь Квапа в это время наорала здесь на Фату и быстрее Блинкаут. Этернал Энви. Под Момом у него есть Манта Стайл, у него есть Фейс Буцит. Демеджа в общем-то для Фаты достаточно. Тем более Эмпауэр нон-стоп висит на Джаггере. Может себе позволить и подраться где-то в кулачном бою. Лина фармит Эншентов. Вот как Нипы придумали здорово. По Экспириенсу они выигрывают 15 тысяч. По голде 12 с копейками тоже в пользу ниндзи в пижамах. Мизери улетает отсюда, также отсюда улетает. Ааа, по-моему, нет не Бон Севен, а Фата. Ну и Нипы не давят это. При том, что выигрывают 12к по золоту и 15к по Экспириенсу, Нипы почему-то стараются не давить, а просто занимаются фармом. Я думаю, это до появления важных артефактов на том же Эре. Троллю совсем чуть-чуть осталось до появления Скади. Уже есть 2 Ultimate Arbat, 1000 с копейками сверху. Хэнскина убивает Eternal Lenvy через Omni Slash. Йонас Уфан готов файтиться здесь. Отходит Фата на лоу хп. И опять Лимб. И опять через Лагуна Блейд. И так быстро заканчивается Магну, что я просто не успеваю переключиться на данного героя. Фата умирает уже шестой раз. Дальше у нас погоня пошла от команды Ниндзи в пижамах. Ноутейл под Сайленсом. Ноутейла развалили. 22, точнее 15. Нипы впереди. По золоту они выигрывают почти 14. По Экспириенсу 16 с копейками тоже. В пользу Ниндзи в пижамах. Крипы подпушили. Можно Йонасу Фану и, например, Тролль Варлорду. Можно было попробовать забрать Т2 по нижнему лайну. Нет, смещается Эра на Мидлей. У Эры есть деньги на то, чтобы приобрести Пойнт Бустер и Орпов вином. Ну и Скади, скорее всего, сейчас уже появится. Да, летит Скади у нас для Эры. Команды Cloud9. В принципе, массовых артефактов, таких, которые были бы для команды, достаточно. Есть Мека. Есть, если что, Еул подсейвить кого-то из своих. Или, наоборот, врага где-то задизейблить. Все это имеется. У Мираны есть Урнов Шадоул. По-моему, у кого-то должен быть Форст Став. Нет, не вижу Форст Став. Магнус у нас общался. Мои Торп собирает. Уже ли Фата будет выходить в Хекс? Возможно ли это? Правда ли это? Лимфа должны здесь видеть. Феникс, быстрее. Встан команды Ниндзи в пижамах. Феникс Сан провязали. Ну и что? И Этернал Энви забирает еще и Огар Мага. Эра дерется с Тамбой. Быстренько развалил Тамбук. Лимцует назад Фату. В Статик Шторм. Магнус 100% здесь умирает. И все. Пока что Нипы вчетвером живы. И вчетвером живы игроки команды Клауд Найн. Йонасом Фан дальше у нас бежит. За кем только можно. Мизери можно поймать здесь. Ноутейл прилетает к Йонасом Фану. Кстати, пытаются его зацепить. Ну и на Соник Вейв не хватает маны у Квапы. Забрали в итоге... Забрали в итоге Мизери. Мирана шестой раз умирает. У Бон Севена три смерти. У Фаты семь смертей. Команда Ниндзи в пижамах готова идти на хайграунд. Да, здесь нет Бладласта от Огрмага. У Тролля есть ульт. У него есть БКБ. У него много демаджа и хорошие статы. Поэтому Эра пока что и без Огрмага у нас справляется. Эру поднимает ветра. Тут даже ветра поднимает у нас Бон Севена. Раскаст пошел от команды Ниндзи в пижамах. Йонасом Фан ультанул. И Лимб тоже разультился. Ну что, Т2 стоят как на нижнем лине, так и на топе. Поэтому Нипы у нас заходить на другой лайн не будут. Но можно попробовать теперь счастье попытать где-то на линиях боковых. Хотя опять же все пока пропушено. Вплоть до Т2 команды Ниндзи в пижамах. Рошан для Нипов. Вообще без сопротивления. Глауд Найн загнались на собственный хайграунд. Они проигрывают 15 тысяч по золоту и по экспириенсу где-то 17. Для Джаггернаута появляется Скади. У Тролль Варлорда Скади уже давным-давно есть. Есть также Сенжин Яша, а у Джаггера здесь Манта Стайл вместо Сенжин Яша. Ну и по золоту вы видите. Тролль Варлорд 20 тысяч, а Этернал Эндвит только 15 с половиной еле-еле нас собирал. Ну что ж, ждем риф от Клауд Найн. Фата уже готовится, я так понимаю, въехать у нас за счет РП в команду НИП. Фата здесь под Сандер Страйком отходит. Глимсует назад Фату. Фата готов собрать всех вокруг себя. Но даже если собрать всех вокруг себя, кто их будет убивать? В итоге Лим делает дабл-килл. Команда Клауд Найн просто рассыпалась в данном файте. Во-первых, отыграли не алё. Во-вторых, разбежалась половина команды. Жуть какая-то. Вроде профессиональный коллективчик, а убегают просто нелепо. Йонас Умфан по мид-лейну. Кого-то поймать собирается команда Ниндзи в пижамах. Ну не стоит забывать, что мида здесь нет. Зато есть нижний лайн. И Эра уже скрипами приходит на нижний лайн. Есть у него Аегис. Скорость в принципе... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Но Тейлу точно так же не повезло. Как совсем недавно не повезло его тиммейтам. Ну и Лагуна Блейд и Соник Вейб от Йонас Умфана. Быстренько забирают у нас в итоге Феникса. Феникс байбекается. Фата на Скювере просто в никуда. РП на Эру не стал юзать. И Эра стоит и допиливает барак. Милишный остался только рейнджевой. На нижнем лайне Йонас Умфан уже готов с ним драться. Эра начинает пилить у нас Соник... Э... Феникс Сан. Убили Феникс Сан и Тролльвар Лорд. Под пятью дикейми. Вроде Тролльвар Лорду должно быть неприятно. Но Эра здесь дерётся просто как бешеный. Ульта пошла от... Джаггернаута. Эра всё что можно с себя впитать впитывает. У Этернал Энви такой долгий рассказ вообще. Статик Шторм под ноги Этернал Энви. Туда же Йонас Умфан задувает у нас Соник Вейб. Ну и команда Клауд Найн сливается. Они пишут Гуд Гейм. И действительно Нипы их просто не почушают. Вы чувствовали в Лейтгейме. 25 тысяч по золоту. Не по Экспириенсу 27 тысяч. Поздравляем Ниндзи в пижамах. Они выигрывают эту катку. И у нас всё по таймингу. 19.00 на часах. Это означает что мы по плану переходим к сетке венеров. И у нас команда Сикрет сейчас будет сражаться против Ниндзи в пижамах. 2-3 минуты. Небольшой перерыв. Далеко не расходимся. Музыка графика. Услышимся через 2-3 минуты. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok